Они организовали свою собственную группу, вы же несколько раз бывали там за ленточкой. Каково это и какую миссию они решили взять на себя, об этом поговорим. У нас в студии Екатерина Лещинина, модератор сообщества «Помощь защитникам СВО». Екатерина, добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, что побудило вообще создать такое сообщество и не остаться в стороне? Мой папа принял решение, купил за свой счет автомобиль УАЗ «Патриот». Начали помогать всей нашей большой семьей дружной, покупать помощь ребятам. Это были берцы, костюмы, все, что надо было на зиму у ребятам. Закупили полную машину. И я решила вместе с папой поехать в Донецк. Мы с папой отправились в Донецк, встретились с ребятами. Это были великолепные ребята, которые очень были счастливы, когда мы им привезли автомобиль, всю гуманитарную помощь. Они очень нас благодарили. Они рассказывали, что у них не хватает берцев, что показали все берцы расклеены. Мы с ними пообщались. Они приняли все из Владимира посылки, детские письма. Они прослезились. И мы поняли, что без нас никак. Мы должны нашим ребятам помогать. После чего мы с папой решили создать вместе группу. Что, к сожалению, мы свои финансы все потратили. Помощь нужна. И начали просить помощь сначала у близких, у знакомых, у друзей. Но потом начали присоединяться люди. И тоже стали нам помогать для ребят. И вот сегодня уже целое сообщество. Да, у нас уже немаленькая группа. 300, по-моему, сейчас 20 человек. Люди постоянно либо передают вещами, либо что-то покупают из списка, либо перечисляют деньги. Мы все покупаем по этому списку и уже отправляемся к ребятам. Сколько раз вы уже ездили? В ближайшее время мы сейчас опять снова выдвигаемся на два направления. Получается, это уже пятая поездка будет. Давайте вспомним первую поездку. Каковы были ваши впечатления и, собственно, какие ожидания не совпали с увиденным? Честно, было очень страшно ехать туда. Потому что были очень страшные прилеты. Все дома разрушены. Очень тяжко было смотреть на мирных жителей, которые шли по Донецку, по городу. Город очень серый. Город весь разрушенный. И очень было тяжело смотреть на детей, на бабушек, на женщин, на мужчин. Потому что везде военные, везде танки, везде машины ездят. Все с автоматами. Это очень тяжело было своими глазами лично на это все смотреть. Так что вот так. А если говорить про те большие списки, которые формируете, насколько они выполнимы? И сколько вам требуется времени для того, чтобы полный список собрать и уже быть готовым к выезду? Я очень благодарна всем людям, кто с нами. Потому что появились еще люди. Наши солдаты просят технику, просят Мавик. Третий это квадрокоптер, который стоит безумных денег. Это тепловизоры. Те же самые, даже берцы. Это та же самая форма, которая стоит безумных денег. К сожалению, сейчас на этом идет бизнес, как можно так сказать. И цены стали просто невероятные. И полтора месяца примерно мы собираем список весь, полностью. Вот мы собрали очень большой список на Горловку. И вышли ребята с Купянской еще. Попросили помощи. Это тоже был список. Он, правда, небольшой, не такой затратный. Но ребята попросили тоже автомобиль, буханку. Вот сейчас мы на два направления купили две буханки. Ребята очень благодарны. Машину мы выбираем не то, чтобы якобы купить, галочку поставить и отправить что-то, чтобы было. Мы покупаем хорошие автомобили. Папа мой, Павел Лещишин, лично загоняет в автосервис. Полностью машину разбирают, перебирают. Коробку, раздатки, все, что можно и нельзя. Мосты. Все ставят новое. Чтобы ребята, когда были на передовой, чтобы не случилось, они могли уехать. Чтобы машина служила всем очень хорошо. Есть ли уже такие герои, которых вы регулярно встречаете, или истории, кого вас наиболее тронуло? Да. Это вот Горловка, направление ДНР. Мы взяли под свое крыло взвод. Командир у них Женя Двадцатка. Когда он вышел к нам, попросил помощи, мы собрали эту помощь, отправились к ребятам. Когда мы это все привезли, мы вручали форму, тактические перчатки, наколенники. Вы не представляете, мужчины от 50 до 18 лет, люди с ДНР, солдаты, которые с 2014 года воюют, вот эти все мужчины стояли и плакали. Это было очень тяжело смотреть. Люди реально, они смотрели на эти наколенники и говорили, мы этого никогда не видели, у нас этого не было. И нам показали все, что можно и нельзя. И мы так были рады, что мы повстречали именно вот этих солдат. Не то, что на какие-то склады мы передали солдатам помощь, а именно каждому солдату вручили в руки. И когда они все были счастливы, мы остались с нашими солдатами и вот постоянно, на постоянной основе им помогаем. То есть у вас уже некий свой трек, свой маршрут, и вы адресно знаете, кому будете это вручать. Да, были ли какие-то попытки уличить вас там, сказали, это мошенники, да, они более себе. Вообще встречаете вот такую критику, да, в адрес себя, да, со стороны тех, кто против вообще этой истории? Могу сказать. По поводу, кто у нас находится в группе, кто в группе остается. Там все проверены. Там все проверены люди, которые на постоянной основе помогают. И люди ни в чем не сомневаются. Потому что каждый раз, когда мы едем, мы снимаем все видео, мы показываем людям, что там происходит, какие обстрелы, что порушили, как мы все отдаем солдатам. И да, нету смысла просто врать. И я не понимаю вообще, как на этом можно наживаться или как-то людей обманывать. Когда, к сожалению, такая тяжелая ситуация сейчас там. Как наши владимирцы могут присоединиться, да, и, возможно, в какие-то следующие поездки, которые будут планированы? Я понимаю, что сейчас сбор, да, и список закрыт на ближайшую поездку. Ну, присоединиться к вам и следить за вашей работой. У нас есть группа в Телеграм-канале. Можно перейти по ссылке, либо по QR-коду и вступить в наши ряды. Давайте мы сейчас покажем QR-код, да, на наши экраны. Отсканировав его, можно попасть в группу Телеграм-канала. И там как раз все видео, да, можно посмотреть. Да, там все видео, все фотографии, даже ребята, да, с передовой присылают постоянно благодарность. Женщин, мужчин наших поздравляют со всеми праздниками. Там есть все. А еще есть во Владимире, да, в некоторых магазинах у вас есть тоже некие контейнеры, пункты. Расскажите об этом. Да, я очень долгое время ездила по Владимиру, пыталась установить какие-нибудь коробочки, чтобы люди, если покупали что-то в магазину по списку, они могли отпустить в эту коробку. Я очень благодарна магазину Владимирцу, что сейчас он, по-моему, Русич называется, он находится в Добром, они разрешили поставить коробку туда для строительства окопов, молотки, пилы, гвозди, мешки, пленку, утеплитель, туда можно положить. И в аптеке тоже разрешили девочке поставить, а тоже им сильно благодарна, это на Егорова, Егорова-1, там аптека. Девочки тоже разрешили поставить коробку, люди читают список и складывают туда медикаменты для наших защитников. Мы тоже решили поучаствовать и знали, что Екатерина, отправляясь в очередную поездку, в конце списка недоставала одного элемента, точнее, многих, там уже идет речь о килограммах, и по этому телеканалу «Вариант», вы сейчас можете посмотреть на экран, и вот это как раз недостающий элемент списки, гвозди, саморезы, то, что всегда нужно и пригодится. Так что мы тоже передаем такой маленький наш вклад, пускай будет, а вдруг действительно кому-то он очень пригодится. Вот если говорить про вообще то, как живут люди, то, насколько они нуждаются, и этот мир отличается даже от того города Владимира. То есть насколько вот сильная разница? Я могу сказать так. Слава богу, мы этого ничего пока не видим, и лучше это не видеть. Что видят там люди, я даже не хочу пугать и передавать это словами. Что творится там, как мирные жители живут. И даже когда я остаюсь там на ночлег, я сплю, вроде бы все хорошо, и слышишь только прилеты, глаза открываешь и смотришь, крыша на месте. Слава богу, можно дальше спать. Мы это не слышим, мы это не видим, и дай бог, чтобы мы это ничего не прочувствовали. И я хочу каждого человека попросить, помогать нашим солдатам, потому что без нашей помощи они не справятся никак. Наши герои, наши защитники проливают свою кровь за русских, чтобы наша нация жила дальше. А мы должны стать надежным тылом для наших солдат. Итак, дополнительная информация, когда будет следующий сбор, можно будет посмотреть у вас в группе. Давайте мы еще раз покажем QR-код для тех, кто не успел настроить свои телефоны, чтобы перейти в группу помощь защитникам СВО. И кто знает, может быть, действительно вы будете активистом в этом сообществе и наладите контакт. Мы посмотрели много видео, где ребята благодарят Толю. Я так как раз понимаю, это самый главный ваш напарник. Это папа и Катя. Они обращаются к вам. Я думаю, что вы там уже стали такими родными людьми. Да, мы уже родные стали людьми и для мирных жителей, и для наших солдат. Когда мы туда приезжаем, все очень рады нас всегда видеть. Сама эта дорога, насколько сейчас она спокойная? До Донецка. До Донецка мы сейчас не ездим. Мы ездим более... Еще дальше? Ну, немножечко поближе. Но ездим туда, где сейчас очень сильные обстрелы идут. По М4, по Российской Федерации дорога хорошая, но когда переходим границу, уже становится страшновато. Потому что неспокойное сейчас время там. Ну, смотрите, отец, да, семейство, берет свою дочь, не боится, рискует, да, и едет, да, вот на, ну, достаточно такое неспокойное время, да, неспокойное место. Как он это аргументирует, и как вы это аргументируете, потому что будь я на месте вашего папы, я бы точно вас не взяла. Просто мои родители, я им очень благодарна, они меня вырастили очень хорошо. Я патриот своей страны, я очень люблю свою страну. И, честно, ну, просто, ну, как сказать, я не боюсь. Я понимаю, что нужна помощь, и также я своего папу не смогу отпустить без себя, потому что это мой родной человек, и я должна всегда рядом с ним быть. В общем, кто за кем присматривает, это надо еще разобраться. У нас сегодня в студии была Екатерина Лещитшина, модератор сообщества «Помощь защитникам СВО». Спасибо огромное, до новых встреч, и привет всем ребятам, кому действительно нужна наша помощь.